Всем привет! Меня зовут Дмитрий Дичков и ты находишься на канале Кабан ТВ. Сегодня мы с тобой распакуем вот эту интересную посылку. Здесь находится сумка за 10 долларов, такая небольшая, вот по размерам самой посылки, как ты понимаешь. И она мне приехала буквально два дня назад. И вот сейчас у меня дошли руки, чтобы распаковать тебе и показать, что это за сумка за 10 долларов. Если тебе интересно, то давай посмотрим, что находится внутри. Поехали! Итак, эта сумка стоит всего лишь 10 долларов. Покупал ее на Алиэкспресс. Покупал ее к лету специально, чтобы летом ходить, не таскать с собой рюкзак. И если так, в школу, в колледж, я думаю, будет удобно. Итак, давайте откроем. Будем пользоваться ножничками, чтобы не повредить нашу посылочку. Доехала буквально за 14 дней. Ехала через Финляндию. Вот даже там еще один пакет. Ну что же, продавец упаковал. В принципе, неплохо. Она отслеживалась. По всей стране она отслеживалась. Это может не радовать. То есть я знал, где она была. Итак, это отложим в сторону. Это нам не нужно. Вот еще один пакет. Мы его вскрываем. Было два цвета. Вот такая и более светлая. Но я выбрал именно такую. Давайте посмотрим на нее более подробно. Стоимость 10 долларов. Сейчас я не знаю, за сколько ее можно купить. Ссылка будет в описании на продавца и на этот товар. Но покупал его на групповых закупках. Поэтому сможете ли вы его сейчас приобрести по той цене, которая была? Честно сказать, не могу. Вот так выглядит сумка. Сумка выглядит изумительно. Очень качественно. Мне, по крайней мере, ощущение очень хорошее. Ничего не могу сказать. Здесь вот на таком вот замочке. Не, на магнитике. Внутри, в принципе, все довольно хорошо. То есть все прошито. Никаких косяков лично я сказать вам не могу. Все качественно. Есть логотип. Что-то тут написано. Внутри у нас отделение для какой-либо документации, наверное. То есть сумка небольшая. В принципе, положить несколько учебников, положить несколько тетрадочек. И, в принципе, ходить можно. Но за 10 долларов, я думаю, это оптимальное решение. У нас, наверное, в России за 500 рублей такую, наверное, не купишь. Но материал очень приятный на ощупь. Естественно, это не кожа. Это какая-то типа джинсовая ткань. Но мне нравится. Нельзя сказать, что она плохая. Она, в принципе, не плохая. Ничего сказать нельзя. Давайте посмотрим на нее более подробно. Вблизи вот так все это выглядит. То есть, в принципе, нельзя сказать, что она плохая. Может быть, на камере картинка немножко искажается. Но она такая вот цвета... Ну, честно, на картинке она совсем другая. На картинке она более темная. Здесь она все-таки чуть посветлее. Но, в принципе, это не мешает ей быть. Все хорошо. Все отлично прошито. Нет никаких косяков. Маленькая такая простая сумочка. В принципе, я думаю, пойдет всем. Ну, вот здесь несколько отделений. Вот одно. И тут вот несколько маленьких, чтобы что-нибудь такое положить. Ну, вместимость планшета, я думаю, 7-дюймовый сюда влезет. Ну, а 9 дюймов, ну, я думаю, с трудом. Если только если не застегивать, то да, влезет. Ну, а так вот такая вот посылка за 10 долларов, в принципе, я думаю, оправдывает свою цену. На этом у меня все. Как всегда, подписываемся на канал, пишем свои комментарии, рассказываем о моем канале и лично обо мне. Ну, и также ссылка на этот товар и на продавца будет в описании. Всем пока!